Здравствуйте, меня зовут Анастасия Рошенко, я корреспондент новостей на Вэлру. И сегодня мы решили провести дегустацию сладких новогодних подарков для приморских школьников. А для этого нам понадобится помощь наиболее квалифицированного эксперта. И с нами в студии сегодня Соня, Соне 7 лет, и она считает, что неплохо разбирается в сладостях, не так ли? Да, я неплохо разбираю сладости, потому что их очень люблю. О, неудивительно. Соня, расскажи, а вот такую коробку ты сможешь за раз осилить? Да. Ну, сегодня мы это проверим. Мы устроим дегустацию по всем правилам. У нас тут есть несколько критериев, я тебе сейчас о них расскажу. Это внешний вид, мы оценим упаковку, внешний вид конфет, затем оценим вкус, качество и разнообразие. Ну, не одними же карамельками, если ты будешь правильно на Новый год. Приступим к дегустации. Сначала, Соня, предлагаю оценить коробку. Как тебе? Уже видно, что там шоколадные конфеты. По виду там шоколад. Ну, посмотрим, так ли оно на самом деле. Как тебе вот главный герой изображения? Смешно, и видно, что к Новому году. И смотри, у него даже написано Владивосток, там на фуражке. Значит, он из Владивостока. Ну что, Соня, открывай коробку, доверяю, ответственное дело тебе. Так, ну я вижу, открывается достаточно легко. Можешь прямо на стол высыпать. Оно еще и вот в таком пакете. Достаточно удобно, хочу сказать. Какая прелесть. Нет, это не чек, хотя я уже была подумала. Здесь перечислен состав подарка. Подарок номер 45. Ассортимент. Шоколад темный с морской капустой. Конфеты вафельные с начинкой. Типа пролиноглазированной кондитерской глазурью. Кот Скороход. Тоби. Конфеты вафельные. Цапцарап. Светланская шамара. Кстати, я не пробовала. Ты пробовала конфеты светланская шамара? Нет. А вообще из этих конфет ты какие уже пробовала? Бромозорник. И еще мышку. И вот такие. И вот такие. А вот такую шоколадку с морской капустой пробовала? Нет. Нет? Ну будет интересно, думаю, попробовать. Я предлагаю разобраться, какие тут у нас шоколадные. А какие у нас... Помогай мне. Давай в эту сторону мы выберем шоколадные конфеты. А в ту сторону карамельки и желейные конфетки. Слушайте, ну по-моему ситуация более чем наглядна. Огромная куча шоколадных конфет и вот совсем немного желейных конфет. Вот буквально можно даже пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Соня, а что ты скажешь? Конфет много или мало? Много. Много. Ну мне тоже кажется, в принципе, шестьсот пятьдесят грамм. Предлагаю уже оценить такие характеристики, как внешний вид и разнообразие. Мы оцениваем по пятибалльной шкале, как в школе. Во сколько ты оценишь внешний вид? На пятерку. На пятерку. Ну я с тобой соглашусь, как бы свинья с надписью Владивосток меня, конечно, покорила. Ставим здесь уверенную пять. Разнообразие. Пять. Ну разнообразие тебя полностью устраивает, да? Да, потому что, вот, например, вот этих конфет по три, ну тут если поискать, то тоже, возможно, будет три, даже две. Я не зря позвала эксперта к нам сегодня в студии, что бы я без тебя делала. Ладно, уговорила, по разнообразию ставим тоже пять. Ну, вкус и качество пока рано оценивать. Предлагаю еще по одной конфетке. Такую выберем. Давай, может быть, желейный попробуем. Какая-то конфета-фестиваль. Ну, агар-агарик, кстати. Как ты думаешь, из чего делается агар-агар? Наверное, из мармелада. Из мармелада. Хм, своя логика есть. Нет, агар-агар производят из самых настоящих водорослей. И потом за счет этого загущают конфеты, они становятся желейными. Так что ты ешь, можно сказать, водоросли. Я этого не знала. Теперь знаешь. Все, вот ешь, и потом, если мама тебе будет говорить вот что-то сладкое, говоришь, что это на самом деле полезная вещь, что ты водорослями питаешься. В них, как известно, много йода. Как тебе вкус желейных конфет? Они тоже вкусные. А ты чувствуешь отличие вот этих конфет на агар-агаре от обычного мармелада? Да. И в чем же? Ну, потому что они были посыпаны каким-то белым порошком, а мармелад обычно не посыпается. А по текстуре, по вкусу? Ты бы догадалась, что тут что-то не так с этой мармеладкой, или бы ничего не подумала? Ничего. Время попробовать шоколадку с морской капустой. Открывай. Доверю тебе, это важное дело. Шоколад достаточно такой жесткий, да? Будем надеяться, что зато вкусный и натуральный. Что скажешь по поводу шоколада? Ну, если честно, я бы не почувствовала, что там есть водоросли. Угу. Потому что мармелад от этого шоколада очень отличился. Угу. То есть мармелад выделялся, а вот эта шоколадка не сильно выделяется из других шоколадок, да? Да. Хорошо. Ну, вкусно? Да. Это самое главное. Кстати, я тут увидела, что ананасную конфету всего одну положили. Как будем делить? Наверное, я тебе оставлю. Я ананасные конфеты вот эти уже пробовала. Мне они одни из моих самых любимых. А мне какую-нибудь я светландскую не пробовала. Мне вот интересно, какова наша светланская улица на вкус? Очень вкусная конфета светланская. Мне нравится и по текстуре, и по вкусу. Классная. А тебе ананасные как? Не очень, потому что я вакли не очень люблю. Тут, кстати, среди конфет есть дальневосточный мишка. Тоже, думаю, многие видели, любят и знают эти конфеты. Для полного понимания предлагаю оценить ингредиенты. На первом месте в составе, это значит, что этого вещества больше всего стоит, у нас сахар. Затем кондитерская глазурь. Ой, все, поехали. Смотри, у нас заменитель масла какао, нетемперируемый, не лауринового типа. Там соевое масло, пальмовое масло, ароматизатор пищевой ванильно-сливочный, патока, молоко сгущенное, цельное, с сахаром, ядро арахиса, какао-масло, молоко сходит цельное, мука пшеничное, ядро миндаля, ядро арахиса, масло сливочное, ядро фундука, спирт. Но я попрошу заметить, некоторые мамы волнуются, когда видят в составе конфет различные спирты, коньяки, это все испаряется в процессе производства. Вот экстракт ламинарий действительно есть, есть у нас тут морская капусточка, ламинарий это и есть морская капуста. Ну что, в составе в принципе присутствуют натуральные элементы, но меня пугает, что большое количество растительных масел, поэтому я бы за качество, позволь мне выдать оценку качества, поставила бы, наверное, ну что, тройку или четверку нам ставить за качество, как ты думаешь? Четверку, потому что это вкусно. Подожди, вкус не смешивай, за вкус, ладно, вкус я с тобой согласна, вкус мы оцениваем на 5, но качество я бы поставила все-таки 4, да, может быть даже с минусом, за большое количество масел. Итого у нас получилось. Внешний вид 5, вкус 5, качество, ну четверочка с минусом, разнообразие на 5 мы тоже оценили. Общая оценка 5. Ну все, мы оценку провели. В принципе, подарок новогодний отвечает требованиям. Согласится со мной наш эксперт? Да. Ну все, эксперт отправляем доедать и заканчивать, так сказать, дегустацию. Благодарю за сотрудничество. А всех тех, кто нас смотрит, мы поздравляем с чем? С Новым годом. Наступающим. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова